доброго времени суток дорогие зрители всего неделя осталось до выхода кс go ровно неделя минус один день и поэтому я решил рассказать вам о событиях которые уже произошли вокруг этой игры и о тех событиях которым еще предстоит свершиться во первых нужно конечно же начинать с крупнейших тайтлов dreamhack и свц и си которые заявили о своей о своем желании проводить чемпионата по кс go еще задолго до релиза первыми были если которые анонсировали свою лигу аналогичную той которая проводилась по 1 6 и по сорсу с 90 тысячным призовым фондом в долларах естественно формат она будет иметь как и раньше онлайн основная часть и лан финалы не я точно не помню с какой точно стадии но это сейчас не об этом у нас разговор следующими были и свц прошлогодним общим призовым фондом на 1 6 и на и на ксс было 55 тысяч долларов не знаю какой призовый фонд будет в этом году но уже ажиотаж огромный по поводу отборочных кс вц происходит в северной америке пока неизвестно какого формата будут отборочные в европе но уже очевидно что у кс го будет очень крупный турнир в европе и третьими были dreamhack которые анонсировали чемпионат пока из гоу с призовым фондом в 45 тысяч долларов собственно эти три организации и будут локомотивом для продвижения кс гоу в киберспорт в киберспортим на киберспортивную сцену такая попытка уравнять лол starcraft 2 доту и кс гоу вывести на уровень с этими играми наравне с этими анонсами проходила и проходит собственно два или гуля регулярных чемпионата для всех это фоп л лидж торнамент от немецкой лиги который имеет бридовой фонд 1000 долларов и собственно го в кс гоу который три этапа в течение месяца и финал в конце месяца также и теперь мы ждем ответа от аста оставшихся организации я сейчас перечислил сорсов ски на которых я в курсе насчет 16 я не знаю собираются если у них настроение переходить на турнира по кс гоу типа фнатик рейт кола чемпионат она там или нет значит есть датская сцена со steel сервис лидж крупнейшим онлайновым чемпионатом который финал и которого проходят обычно на лане в рамках либо очки и лана либо бласта и собственно перечисленные ланы очки ван blast и 3 этот х games мы ждем ответа от них будут ли они переходить на кс гоу следующими будут емс которых я перечислю собственно это можно назвать лига чемпионов по контор страйку в европе как где лучшие европейские команды представители своих стран соревнуются в групповом этапе и в итоге разыгрывают около пяти тысяч евро финальной части затем кева которые проводили европе и европе и европе и скормишь весной заявят ли они о том что хотят проводить чемпионат по кс гоу и остается открытым вопрос айсириес ай 46 будет наверное последним чемпионатом по сорсу от insomnia он будет проходить в конце августа вот собственно уже чуть-чуть осталось до его начало и скорее всего после этого мною перечисленные организации будут анонсировать чемпионаты по кс го уже все идет к этому еще неизвестно как себя поведут mlg и и ем и ем заявляли что не будет кс го в основном основной дисциплиной но на локальных ивентах они обещали проводить по контр-страйку чемпионаты вопрос по какому mlg по моему это были слухи о том что они собираются включить кс гоу в реестр своих игр но чем черт не шутит раз такая оживленная сцена в америке появилась далее хотелось бы конечно упомянуть попытки один шестерских европейских грандов переходить в кс гоу недавно совершенно были замечены миксом игроки есть гейминг которые отлетели в середине сингла от неизвестных англичан естественно нашумевший анонс не джейн пижамас объединенный состав шведских сорсеров и один шестеров лица гитрайта фореста гзиста фифларена и фриберга эта команда сейчас можно сказать сильнейшая в кс гоу потому что они занимаются только кс гоу сорсерские по-прежнему либо находятся в инактиве либо играют либо готовятся к айсириес ну посмотрим скорее всего большая часть сорсерских команд перейдет на кс гоу ну и на фоне всего этого очень печально выглядит российская сцена потому что совершенно недавно на форплеер с лишь наш состав миксовый игроков мбк и иксапса выступил против микса гитрайта и фореста и сыграл 16 14 и вот на последнем гавка из гу это был очень достойный результат все были все те кто знал об этом результате очень ему радовались и вот на последнем гавка из голу не встречались с двумя российскими составами дат тим это команда ворды дит микс ворды дита убика латра вовкина и 5 кто у них был не помню и собственно их обыграли 16 5 ниб и до этого они встречались миксом the nation один шестерского состава и сорсовского и разнесли их 16 3 совершенно очевидно что пропасть между европейским кс гоу и нашим российским все увеличивается увеличивается сейчас нахуй мы находимся в стадии отпусков все наше сообщество команды не играют не тренируются даже не известно какие будут составы осенью но все равно хотелось бы уже сказать о том что будут что мы будем в лице фмр проводить в сентябре после выхода после официального релиза кс гоу первое и самое ожидаемое это то что мы попробуем перевести все фмр на платформу новой игры фмр первое время будут иметь основную часть в интернете а полуфиналы и финал будут проходить на лане потому что пока что мгц не располагает теми ресурсами чтобы проводить чемпионаты на 8 команд там пока только две линейки есть затем мвп микслан к сожалению по сорсу провести до конца не получится в связи вот со всем тем что происходит вокруг нужно переходить на кс гоу и собственно мвп микслан запустится заново всем будет выдан анбан и мы начнем новую серию затем я договорился с луна там и он от лица если сис будет проводить еженедельный турнир по кс гоу с групповым этапом затем с финалами по субботам с регистрационным взносом в 1000 рублей и призовым фондом примерно я сейчас говорю вам цифры анонс и анонс готовится за первое место будет 9000 это при условии что зарегистрируется 16 команд за первое место 9 за 2 3 и за 3 money back по 150 рублей с регистрационного взноса если будут забирать себе это вместо платы за премиум и при от премиум будут освобождены команды ну собственно зарплата будет если овцев за то что они проводят этот чемпионат по результатам этих трех чемпионатов сам по миксана тоже будет будет вестись рейтинг формируется рейтинг общекомандный я его полностью перелопачу он будет изменен правила будут изменены там очки будут сгорать после трех месяцев команда будет удаляться если в ней будет потерян костяк в лице четырех человек раньше было три надо уже сточить будет четыре по результатам этого рейтинга 8 лучших команд будут приглашены для участия в чемпионате формата нпкл собственно запуск его я планирую на октябрь сформируется две группы по четыре команды и каждый вторник будут проходить игры с трансляцию собственного 3-го 3 в группах также бот-3 в полуфиналах и финалах полуфинала и финала проходит в мгц вопрос призовым фондом еще решать каким образом он будет наполняться вот собственно я перечислил все планируемые мной фмр события на этом пожалуй сегодняшний выпуск закончу планирую я такие выпуски делать каждую неделю но уже когда мы войдем формат постоянной работы в сентябре спасибо за внимание оставляйте свои вопросы на fomas rush и отстрел точку я постараюсь на них письменной форме ответить спасибо до свидания